На первых стадиях обучения гитарному мастерству не имеет значения, какая у вас гитара, акустическая или электрогитара. Семен Макаркин. Музыкант, гитарист. Артист продюсерского центра ЭКОЛЬ. Лауреат многочисленных международных конкурсов. Двукратный обладатель премии Гран-при. Финалист интернет-конкурса Супердети Поколения М. Ну, рассмотрим, чем отличаются они. Они отличаются размером. Здесь, соответственно, здесь гриф чуть побольше. Здесь 24 лада. Здесь есть еще флойд. Можно делать вибрато на нем. У электрогитары стоят звукосниматели. Они могут быть хамбакерами или синглами. У акустической гитары есть розетка, которой не нужно подключение к комбику. Она будет и без комбика звучать. На моей гитаре стандартный размер струн – это 10-46. На акустической гитаре можно поставить нейлоновые струны. Они намного мягче металлических струн, которые стоят на электрогитарах. Но на акустической гитаре играют в основном пальцами. На электрогитаре играют медиатором. У меня шестиструнная гитара. Конечно, может быть и больше. Может быть семиструнные электрогитары. Могут быть акустические двенадцатиструнные гитары. На бас-гитаре стоят четыре струны, пять. Может быть и больше. А на балалайке вообще три. Я вам советую играть на гитаре под метроном. Это очень важно. Отрабатывать каждые трудные пассажи, упражнения четко в ритм. От того, как вы будете держать ритм, зависит вся работа ваших музыкантов. Метроном можно установить на ваш мобильный телефон и работать вместе с ним. Вот так это выглядит. Второе, что я вам посоветую, это заниматься с удовольствием. Если у вас нет настроения на занятия гитарой, то лучше ей не заниматься. Потому что если вы займетесь, то на пользу этот урок не пойдет. И третье, что я вам хочу посоветовать, это расписать свой план на каждый день. Чтобы не заниматься чем попало, надо выделить на каждый день какую-то технику. К примеру, сегодня вы будете отрабатывать технику правой руки, завтра вы будете отрабатывать легата и так далее. Я считаю, что лучше заниматься не очень много, но практически каждый день, чем позаниматься очень много в один день и сделать очень длительный перерыв. За это время вы можете забыть все, что учили в этот день. Если у вас будут трудности составить план, то обратитесь за помощью к какому-нибудь преподавателю, который может вам дать нужную информацию. Еще я вам хочу посоветовать это практиковаться с импровизацией под минусовку. Это очень полезно. Ну давайте я вам продемонстрирую это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сочиняйте свою музыку, импровизируйте, подбирайте. И самое главное, не гонитесь за скоростью, она придет позже.